Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Сегодня я хочу вам рассказать про центр сертификации для веб-разработчиков и веб-студий. Тут вы можете пройти тестирование и получить сертификат о том, что вы сертифицированный разработчик по той или иной CMS-системе. Это абсолютно бесплатно. Переходите по ссылке в описании и проходите тестирование. А в этом видео мы продолжаем курс «Как создавать сайт с нуля с применением CSS-фреймворка Bootstrap 4 Material Design». В прошлом видео мы уже выполнили весь хедер нашего сайта и сделали адаптивное меню. Также сверстали форму обратной связи. Если вы еще не посмотрели прошлое видео у меня на канале, то бегом открывайте его и верстайте проект вместе с нами. А мы начинаем новое видео. В этом видео мы сделаем уже вот две вот такие вот секции. Эту и вот эту, наверное. Строим ютубовское видео. Для тех, кто не знает, как это делается, все доступно досконально покажу. Для тех, кто знает, просто попрактикуйтесь. Так что у вас не останется никаких вопросов. Вообще данный фреймворк Bootstrap Material Design сделан очень круто. Он содержит в себе всевозможные компоненты, которые понадобятся вам в работе. Их здесь просто огромное количество различных, очень полезных. И при том они все выполнены в различных вариациях исполнения. И что ж, давайте перейдем от слов к делу. Вернемся к нашей верстке сайта. В принципе, это дело несложное. Я надеюсь, что у всех все получается. Если не получается, то пишите об этом в комментарии. Присылайте какие-то примеры кода, потому что если вы мне пишите, почему у меня под хедером что-то там, я не всегда могу ответить на данный вопрос, потому что я не вижу, что у вас там, во-первых. А во-вторых, ваш код. Не могу ничем вам в таком случае подсказать. Только предположить, что в каком-то блоке вы ошиблись классом или сделали вы неправильной последовательности блоков. Ну что ж, вернемся к нашему сайту. Первое, на что можно обратить внимание. Я хотел бы исправить этот логотип нашего сайта. То есть логотип нашей компании, так скажем. Он темного цвета, а должен быть белым. Я заметил такую особенность в Bootstrap Material Design, что так случается, когда не задаешь атрибут HREF в ссылке с классом Novbar Brand. И что ж, давайте это исправим. Сейчас я вам покажу, как это делается. Если у вас получилось так же, то сейчас просто добавим атрибут HREF и, в принципе, будет готово. И далее перейдем уже к секциям. Что ж, Novbar Brand у нас находится в теге Nov. В прошлом видео мы здесь добавили хедер. Здесь нам нужно для того, чтобы все корректно отобразилось, прописать также в стилях CSS его данный тег хедер. Ставите запятую. Соответственно, все отображается. Далее перейдем к нашему Novbar Brand и прописываем здесь HREF. Вот таким вот образом. Ну и, соответственно, он у нас становится... Все становится на свои места так, как и должно выглядеть. Ну, в принципе, хорошо. Давайте я вам предлагаю дальше перейти к секциям. Будем верстать данные секции. Вот две сверстаем сейчас. Далее, после закрытия нашего хедера, мы открываем тег Main. Внутри него у нас будет блок с классом Container. И внутри данного блока у нас будет секция Section. Она у нас будет с классом MarginTop с значением 5. Далее класс Wow, это для анимации. И класс FadeIn, ну, для того, чтобы растворялось. Таким образом. И далее у нас будет блок с классом Row. Внутри данного блока у нас будет несколько секций, точнее колонок. Первый это ColumnD6. А также задимый сразу MarginBottom с значением 4. Ну, и в данной секции у нас будет картинка AMG. Она будет с классом AMG Fluid. Для того, чтобы она у нас располагалась по всей ширине данного блока. Ну, и также для того, чтобы она у нас была с такой тенью, мы ставим класс Z Depth 1 Half. Таким образом. И давайте ставим сюда данную картинку. Вот она у меня. Можете взять ее отсюда. Копировать URL картинки. И вставляем ее в атрибут SRC. Давайте посмотрим, что у нас получилось на данном этапе. Вот наша картинка осталась на свое место. Перейдем дальше. Перейдем к следующему блоку. То есть данный блок можем уже закрыть. Далее у нас будет вот такой же совершенно полностью идентичный блок. Можем просто скопировать, вставить и сюда уже прописывать то, что нам необходимо. Во-первых, у нас будет заголовок третьего уровня с классом H3. И зададим margin-bottom с значением 3. Здесь у нас будет, давайте, lorem на 4 слова. Далее у нас будет параграф. Давайте здесь сделаем lorem 12 слов. И также сделаем еще один параграф. Здесь сделаем lorem на 10 слов. Таким образом, в данном этапе у нас получилось вот такой вот результат. Далее после параграфа мы задаем, сделаем линию HR. Зададим еще один параграф. Сделаем здесь lorem на 16 слов. Ну и, соответственно, под ним мы сделаем кнопки. Первая это будет кнопка с классом btn. btn indigo. Это будет цвет. Класс цвета, так скажем. И размер нашей кнопки btn, md, то есть средняя кнопка. Внутри данной кнопки мы пропишем текст read more. А также зададим иконку с классом fa font awesome и fa font awesome с значением book. Ну и зададим класс margin-left1 для того, чтобы она чуть отдвинулась слева. Вот что у нас получается. Ну и, соответственно, давайте скопируем. И здесь у нас будет текст news. Здесь мы поменяем значение book на image. И получится, в принципе, то же самое. Давайте добавим здесь еще lorem текста какого-то на 10 слов. Будет выглядеть немножко поинтереснее. Вот, в принципе, вот такие вот два блока мы быстренько сверстали. Перейдем к следующему. В принципе, на нем нет смысла долго задерживаться. После закрытия секции мы сделаем HR-линию с классом mi5. То есть mi5 это margin по вертикали со значением 5. Это определенное значение. То есть отступы. Хорошо. Далее. В данной секции у нас будет заголовок третьего уровня. Он будет с классом h3. Текст. Центр. А также margin-bottom со значением 5. И здесь пропишем lorem ipsum. Такой вот заголовок у нас будет. Далее у нас будет блок с классом row. Также с классом row. И также класс fade in. Таким образом. Все для анимации. Вот так вот выглядит наша анимация. Вот. И перейдем к данному блоку. Здесь у нас будет несколько колонок. CallLG 6. CallMD 12. Ну и также padding по x со значением 4. В данном блоке у нас будет row. Будет call1 и margin-right со значением 3. Call1 это также колоночная система для определенного размера экрана. Если кто-то не разбирается. Вот. fa. Далее fa. Book. Это для иконки. Забыл здесь поставить тег i. Далее размер иконки fa2x. И цвет текста sean. Text. Таким образом. После закрытия данного блока. Обратите внимание. Мы ставим блок с классом call10. Заголовок пятого уровня с классом feature title. Здесь пропишем название material design. Параграф с классом grey text. Ну-ка добавим lore с 15 словами. Таким вот образом. И вот что у нас получилось. Только здесь надо расположить call10. Поставить тире. Тире. И вот правильный результат. Что ж. Перейдем дальше. После данного блока row мы его закрыли. Мы создаем еще один div. Он у нас будет с style height 30 пикселей. Для того чтобы сделать такой отступ. Можем конечно задать маржином. Можем по другому. И далее просто скопируем. Данный блок row. Раз, два и три. И просто здесь поменяем теперь на код. Пропишем здесь допустим bootstrap framework. Таким образом. Далее здесь fa-book. Вместо fa-book мы прописываем radiation cap. И здесь пропишем, к примеру, web developer block. Давайте проверим, что у нас получилось. Ну вот наш результат. Далее перейдем к следующему блоку. После закрытия данного блока получается. Вот он у нас. Мы создаем также блок call large со значением 6. И call md со значением 12. Для того чтобы данная колонка у нас была одна. При среднем разрешении экрана. Далее создадим параграф с классом h5. Заголовком пятого уровня. Класс текст. Центр. И margin bottom со значением 4. Пропишем здесь web developer blog. Ну и далее мы создаем блок с классом embedded responsive. А также класс embedded responsive 16 by 9. Точнее не embedded, а embedded. Давайте скопируем. И здесь просто добавим 16 by 9. То есть 16 на 9. Далее внутри данного блока мы создаем iFrame. С классом embedded responsive item. И сюда мы прописываем. Давайте скопируем адрес ссылки. Вставим сюда. Только здесь вместо watch нам нужно прописать embed. и поставить данный слэш. И давайте посмотрим, что у нас получилось на данном этапе. И как видите, мы вставили сюда нашу видеозапись. Также вставьте такую же видеозапись, как у меня есть. Точнее с моего блога. Вот это вот первое видео. Чтобы примерно все знали, по какому видео вы это все делали. Мне будет очень приятно, если это все-таки окажется в вашем портфолио. И также давайте добавим сюда определенный атрибут в iFrame со значением yellowFullScreen. Таким вот образом это позволит нам развернуть видео на полный экран. Хорошо. И теперь давайте посмотрим, что у нас получилось, если мы изменим размер нашего экрана. То есть вот такой вот у нас сайт получается. И вот данный блок, он разделился на одну колонку точнее. Если мы сделаем большой размер экрана, то есть он, соответственно, будет больше. Ну, как по мне, выглядит довольно-таки неплохо. Также давайте в следующем видео разберемся с нашим навбаром. Сделаем так, чтобы он был цветным. И сделаем так, чтобы у нас не было этой неразберихи, когда мы делаем меньше размер нашего экрана. Вот он у нас. И оно так немножко сползает. С этим все мы подкорректируем. Сделаем так, как надо. Ну, на этом, думаю, первое видео можно закончить. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк тому видео, если вы этого еще не сделали. И если вдруг вы не посмотрели первое видео, ну, точнее, скорее всего, это невозможно, посмотрите первое видео. Ладно, на этом закончим. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем огромной-огромной удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok